доброго времени суток вы на канале осознание мы говорим про пока интернет и в этом видео мы поговорим о том как выбрать лучший вайфай адаптер для вардрайвинга в кали линукс но также для пентестинга аудита безопасности сетей и так далее начать нужно с того что лучшего вайфай адаптера не существует ну конечно же когда вы услышали лучший вайфай адаптер вы наверняка подумали про альфу альфа один из ну альфа network выпускает великолепные вайфай адаптеры правда некоторые вайфай адаптеры не подходит для кали линукс но есть большое но чтобы понять что такое вайфай адаптер нужно точнее что такой вайфай адаптер для кали линукс нужно понять что он умеет должен уметь делать он должен уметь переходить в режим мониторинга должен уметь производить инъекции и должен уметь работать в режиме ap это все зависит от установленного внутри чипа чипы mediatek мтк отпадают сразу на них нету драйверов для линукса относительно остальных более известные скорее всего вам это realtec ролинк и азарис что могу сказать realtec не все чипы подходят точно так же как не все чипы азарис подходит чипы ролинк ну практически все подходят ну тоже нет вот этим видео будет ссылочка на пост вконтакте в котором прикреплен маленький excel документ в котором разобраны различные чипы не все чипов гигантское количество они имеют разные модели и разные под модели к примеру для 5 гигагерцовых сетей сейчас популярно устанавливать чипы realtec rtl 88 дальше идет 11 12 14 последняя цифра влияет на количество поддерживаемых антенн я тут кстати заходил на мой любимый алиэкспресс и наткнулся на вай фай адаптер с одной антенной но при этом чип поддерживает две антенны зачем так сделано непонятно видимо ради экономии и как уж он будет работать тут только китайцы знают ну а дальше идут аббревиатуры а ю б ю ц ю под моделей огромное множество в принципе адаптер на этих чипов данки неплохие но они не умеют работать в режиме а.п. от этого у нас мгновенно отпадают такие вещи как вай фай фишер потому что он работает только с адаптерами поддерживающими а.п. относительно альф альфа хороший адаптер но не стоит заказывать у китайцев у меня был огромный спор на эту тему с андер миндом с кириллом и его часу появилась подсказочка на то видео где я устроил небольшой троллинг ну заодно применил социальную инженерию забайтил самого андера и там закреплен комментарий от подписчика андер минда который приобрел себе китайскую альфу и его впечатление вот собственно так так что если вы уж хотите купить именно альфу то купите и настоящую альфу если вы живете в россии тем более в москве есть такой магазин цифровой ангел там продаются родные альфа именно родные настоящие из тайване от настоящей фирмы если не в россии то и бы ни в коем случае не алиэкспресс альфа нету никогда не производилась в китае ну а теперь поговорим почему не всегда альфа нужно для вар драйвинг а вот допустим передо мной поставлена цель вытащить определенные данные переписки также посмотреть куда лазит человек и также данные с его смартфона я знаю что данный человек пользуется общественной сетью он приходит постоянно в какое-то общественное одно и то же место в котором есть бесплатный вай фай и он им пользуется для отправки данных и просмотра документов что я могу сделать я могу прийти в ту же самую общественную сеть и поднять подделав мак-адрес такую же сеть увеличив мощность на адаптере и его смартфон а также ноутбук которым он пользуется переключиться на нее так как я заглушу тусить вторым адаптером вот у меня вопрос могу ли я использовать в общественной сети сидя с ноутбуком допустим вот такой вариант это подозрительно неправда ли случае с альфа-нетворк это будет еще больше адаптер примерные габариты у нас будет сразу вот такие у альфа если с одной интернью будет соответственно с одной интернью но габариты примерно такие же и буду ли я к нему крепить чтобы увеличить мощность глушение такой антенны вряд ли это подозрительно поэтому тут мне в качестве лучшего вай фай адаптера подойдет маленькая затычка и самое главное чтобы у нее был нормальный чип опять же таки ссылочка на чип и будет под видео также чтобы не геморроица обычно я люблю по геморроицу как это делаю я я захожу в интернет-магазин смотрю вай фай адаптеры выбираю то что мне нужно для нужд работы дальше еще какой чип она поддерживает раньше был такой замечательный сайт как вики david.com вот сейчас уже с ноября не работает к сожалению через веб архив информацию вытащить можно информация огромное количество так что можете попытаться вытащить посмотреть что вы собираетесь покупать под конкретный вай фай адаптер второй вариант опять же таки у меня в группе есть статья ссылочка на статью прям будет сразу под видео в ней перечислены вай фай адаптеры которые работают стали linux 100 процентов ну и также что еще хочу сказать не обязательно иметь пипетку вот такую затычку во многих ноутбуков стоят вай фай адаптеры уже внутри которые полностью поддерживаются кали линуксом чтобы это понять какой вай фай адаптер в нетбуке при выборе нетбука какой чип узнаете пункт раз какой там чип и посмотрите работает он по той же самой таблице к сожалению таблицы не полная и все-таки полностью под 2 и 4 гигагерца хотя есть и под 5 гигагерц про 5 гигагерцовые сети сейчас актуален в основном realtek но есть замечательные чипы вот к примеру такой чип стоит во всех телефонах xiaomi на один из которых я сейчас снимаю себя это чипы от qualcomm но вай-фай адаптеров от qualcomm с чипами от qualcomm я не встречал а вот они самое что интересно и умеют работать и сапы и умеют работать с мониторингом и не жехтингом то есть полностью подходит под кали линукс под них есть драйвера но увы их нет кстати при сборке ядер кали линукса я почему-то не видел патчи на колоком упущение хотя они вполне поддерживаются ну вот собственно такой ситуации когда у меня есть нетбук я подделываю сеть увеличиваю мощность забиваю сеть которая должна уже который подключаются клиенты я получаю что клиент подключается к моему ноутбуку который уже раздает интернет через примеру то ли самый мобильный телефон что я имею я могу применить rp спуфинг то есть посмотреть полностью все сайты на которые он лазит перехватить cookies и перехватить сессии также что я еще могу сделать я могу применить уязвимость eternal blue и завладеть полным доступом его компьютер ноутбуком которым он использует вытащить все документации которые меня интересуют и тогда также я могу попробовать посмотреть а не использует ли его телефон уязвимость отладки по юсби и если это так то я точно также могу выкачать все данные с его телефона подгрузить шейлы подгрузить бэкдоры методсплойты и полностью точно также получить всю информацию шпионить и так далее так что при выборе вайфай адаптера для кали линукса не надо гнаться за рекламой на ю тубе что альфа альфа хороший адаптер хотите настоящую альфу я сказал и бэй либо цифровая нет ребят я там не работаю как я не работаю в них с удовольствием бы сотрудничал слишком маленький канал и и я ноуны возможно в будущем что-то и будет у меня есть идея взять несколько альф и посмотреть что они умеют потому что сами чипы которые устанавливаются имеют свои огрехи к примеру ролинковский чип и знаменитый рт-3070 альфа авус 036 н.х также н.х. и по-моему еще какая-то альфа была но просто эйч но она без поддержки стандарта n 802 11 какой грех при попытке взлома vps использование уязвимости сетей подключения которым производится через vps данные вай-фай адаптеры выдают ошибку ошибка решаем но нужен ли вам этот геморрой я не знаю чипы азерис прекрасно работают для снятия хэншейков мониторинга и джентинга поднятия точек доступа то есть а.п. какой огрех они глючат это решаемо тоже при снятии паролей в по трикс можно и так взломать вай-фай не снимать в по шифрование обычная а если есть выпад рикс снять его и там перебор паролей намного быстрее и эффективнее чем в обычном шифровании в по realtek realtek многие чипы не поддерживают а.п. так что тут нужно смотреть под конкретные цели вай-фай адаптер который вам нужен ссылочки на табличку и на перечень вай-фай адаптеров работающих с кали linux ну и с обычным linux будут под видео на этом ребят пожалуй все в следующем видео мы поговорим про что такое вардрайвер не взлом пароля обычный а именно что же такое вардрайвер и для чего он нужен подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии активируйте колокольчик не забывайте что теперь по-другому активируется вам нужно на него нажать и выбрать все подписывайтесь на группу вконтакте очень интересные статьи из личного опыта пишу но и также заимствую что-то в разных местах тоже полезное как для компьютерной грамотности так и для информационной безопасности это я обычно говорю в конце каждого видео и я не знаю вы это делаете или нет надеюсь делаете всем пока надеюсь видео вам было полезно